Как у вас, Александр, кстати, на практике по пошлине требует или пока не очень хорошо применяют обзор? У меня то, что такая линия сейчас от производства, вообще никаких вопросов не возникает. Я вообще не очень понимаю, откуда, кстати, вот эти истории, что вот это будут как-то затрагивать дела, которые сейчас рассматривают суды. Коллеги, мы с вами уже в эфире, продолжим беседу тогда после уже прямого эфира. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта «Финтак Стоп», организатор профессиональных онлайн-событий. В рамках проекта «За банкрот-2024» мы ежемесячно выходим в эфир, чтобы обсудить самые актуальные злободневные темы с лучшими юристами по банкротному праву. И вот тема сегодняшней дискуссии актуальнее, мне кажется, некуда. Новейшие поправки в закон о банкротстве, они вступили в силу буквально в конце мая. Мы успели с ними подробно ознакомиться и даже пожить чуть больше двух недель. Самое время порефлексировать, что же именно изменилось и насколько хороши эти новые правила, которые для нас подготовили законодатели и Верховный суд, который, собственно, и выступал инициатором этих изменений. Участвует в дискуссии «Великолепная тройка» Александра Улеско, адвокат, руководитель адвокатской практики «Улеско Лигал», Иван Стасюк, адвокат, советник консалтинговой группы РКТ, и Игорь Гуськов, адвокат, партнер юридической компании «Гуськов Энасошейт» и наш бессменный модератор. Уважаемые зрители, если вам есть что сказать по поднимаемым вопросам, обязательно делитесь вашим мнением в чате прямо под онлайн-трансляцией. Также там можно задавать вопросы нашим спикерам. Я хочу поблагодарить наших коллег, наших спикеров, что присоединились к нам в это июньское утро, чтобы обсудить такие актуальные темы. Я с радостью передаю слово Игорю и сама перехожу к зрителям, чтобы насладиться вашей дискуссией. Да, Василия, спасибо. Коллеги, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот только мы начали с вами общаться, вот только мы встретились, и сразу погода стала хорошей. Я считаю, что это знак, и что даже природа дала добро на наш разговор и благословила нашу встречу. Возможно, у него тоже есть вопросы по этим поправкам. Ну, я думаю, можно сразу с разбега падать в карьер, падать в эти поправки. Причем часть из них – это поправки, а часть из них, на мой взгляд, такие прям поправящие, цари поправки. В общем, я думаю, что можно прям по пунктам пройтись, посмотреть те изменения, которые бросаются в глаза даже при первом приближении. Таких, как оказалось, немало. Вот, и первая из них – это статья 6. Минимальный порог для юрлиц теперь 2 миллиона рублей. Ну, раньше было 300, теперь 2 миллиона рублей. Ну, и первый вопрос, который возникает – это, а что-то изменится вообще от этих 2 миллионов рублей? То есть, снизится ли нагрузка на суды, и, может быть, будут защищены чьи-то права, чьи до этого не были защищены? Александр, как на ваш взгляд? Я, кстати, сразу бы хотела сказать, что вот все обсуждают, что этот законопроект принят в целях снижения нагрузки на суды. Но в прояснительной записке, кстати, ничего такого нет. Там не снижение нагрузки на суды, там упрощение… Нет, сейчас скажу, как оно… А, цель, вот цель совершенствования процедуры рассмотрения арбитражными судами дела о банководстве, упрощение порядка рассмотрения требований кредиторов и унификация процедуры обжалования. То есть, там речь идет не о том, что надо разгрузить суды и с этой целью внес законопроект в Верховный суд, а с целью совершенствования процедуры рассмотрения дела о банководстве. Но если уже вот по каждой поправке, что касается увеличения порога задолженности, который необходим для инициирования дела о банководстве кредиторам, ну, мне кажется, что существенно ничего не изменится. Вот, может быть, вы, коллеги, поделитесь, но я не помню такого, чтобы процедуру банководства реально возбуждали там из-за 300 тысяч рублей. Ну, то есть, даже редко бывает, что подают заявление о признании должника банководством там по каким-то небольшим суммам просуженным, но обычно там за этой суммой стоит более существенный долг. Просто там как-то, не знаю, часть по одному договору условно просудили, по-другому не просудили, но это что касается действительно независимых кредиторов. А изменится, ну, в том смысле, что по судебному приказу, например, нельзя будет возбудить дело о банководстве, но мне кажется, что это не сильно решает проблему, потому что, ну, если там говорить о каких-то недобросовестных действиях, и специалисты с умелыми руками, если рисовали долги там в 300-400 тысяч, ну, и 2 миллиона тоже можно нарисовать. Мне кажется, что, ну, и опять же, нарушает ли это права, допустим, работников или малого бизнеса, тут как бы тоже такой, конечно, интересный вопрос, как это не должно решаться, такие проблемы за счет дела о банководстве. Но, в принципе, у нас на уровне и Верховного суда, и, по-моему, даже Конституционного суда, в общем-то, признано, что это тоже способ добиться исполнения обязательства. Но мне все равно кажется, что сильно ничего не изменится, потому что все понимали, что заявитель несет расходы по делу о банководстве в случае чего. Единственное, что, ну, и, наверное, есть проблема, которая может возникнуть. Вот раньше можно было подать заявление на признание должника банкротом с тем же долгом в полтора миллиона. Достаточно техническая история, то есть это может сделать, ну, немного времени на это нужно, там может сделать, в общем-то, штатный юрист и попросить прекратить производство по делу и потом уже подать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банководстве. То есть, по большому счету, с помощью обычного рискового производства можно было добиться привлечения к субсидиарной ответственности по таким небольшим суммам, если, конечно, были к этому основания. Вот этого, этой возможности уже не будет. Но, опять же, я не сталкивалась с тем, чтобы вот с полуя субсидиарной ответственности ввязывались с такими небольшими суммами долга. Хорошо, спасибо. Иван, а твой взгляд как? Ну, я не согласен со всем, что сказал Александр. Ну, наконец-то у нас будет нормальный разговор. На теоретическом уровне начнем с того, так, общий принципиальный посыл. Я не очень, мне нравится, что законодатель начинает влезать в дела частные кредиторов. Кредитор сам должен определять, что ему. Хочет он за 40 тысяч рублей заявление банкротства спадает. Ну, пожалуйста, ты финансирует управляющего на 200 тысяч рублей. Но это про принцип диспозитивности. Я вот хочу сказать, что это целесообразно. Я дурак, ну, недолго не должно государство, законодатель или суд мне декровать, что там за 300 тысяч рублей нецелесообразно, за 500 тысяч рублей нецелесообразно. Понятно, что в логике закона, ну, раз была планка 300 тысяч, там, 20 лет назад, она же, по-моему, с самого начала была такая. Ну, во всяком случае, она уже очень давно, в любом случае. В рамках сферляции она, вроде как, должна повышаться. Но первое, мне, как я уже сказал, не нравится, что кредитор депутат таким образом. Во-вторых, мы понимаем, что заявление о банкротстве – это такой часто скрытый способ исполнительного производства. Просто заявление подается, там, на следующий день после вступления решения в законную силу, и должник платит. В данном случае все, что меньше двух миллионов, это вот заблокировано, идите к приставу, там, спол-лист, потом потеряется, потом сходите за дубликатом и так далее. Вот, то есть, наверное, на теоретическом уровне тоже не очень правильно, что процедура банкротства заменяется по производству, но на практике это использовалось и работает. Ну, и третий момент, вы помните, что был такой, как бы, остается способ прекращения дела о банкротстве, когда, например, на 4 миллиона рублей вход на заявление, и вместо того, чтобы погасить эти 4 миллиона, должны гасить силу 3 700. То есть, оставалось там 299 тысяч рублей, ну, все, вот, уже мы опустились ниже порога. Вот, было там, пара каких-то решений Верховного суда, где он говорил, что здесь можно смотреть, из-за этого не права, но в целом, в общем-то, мы все равно, что и говорили, если снизил долг до 299 тысяч рублей, то просто вывести нельзя. Сейчас, получается, можно снижать долг до 1 миллиона 999 тысяч. При долге в 10 миллионах мы гасим не 10, а 8. И дальше, в рамках спо-производства, понятно, с какими перспективами, и эти взыскания. Вот этот, получается, мы расширяем механизмы для взаимодействия права, для возвращения не всей суммы долга. Поэтому я понимаю, конечно, мотивы в части снижения нагрузки, в части приведения цифровых реалий в соответствии с текущим уровнем цен, но мне эти поправки не нравятся. Что есть, то есть, значит, работаем с 2 миллиона. Ну что, да, выглядит, как будто снижают нагрузку на суд, на суды за счет интересов кредиторов. Если, ну, есть, я бы сказал, три группы требований. Есть отрисованные, мнимые, и, в принципе, там будет все равно, сколько написать, 300 тысяч или 2 миллиона. Есть требования обоснованные, такие, предпринимательские, скажем так, и там будут рассчитывать, вообще, стоит ли идти в процедуру, и, наверное, меньше, чем, если долг меньше, чем 2 миллиона, в принципе, это не очень выгодно. Но там они сами разберутся, скажем так. Есть третья группа, это такие социальная, социальная часть, например, если работник хочет надавить на работодателя путем подачи заявлений о банкротстве. Если когда было 300 тысяч, ну, можно было как-то там складчину собраться, может быть, там нескольким работникам не выплатили зарплату и как-то надавить, может быть, там какие-то репутационные риски создать для работодателя. А так получается, что подняли до 2 миллионов и пострадают от этого работники. Стоило ли это того, ну, непонятно, потому что, на мой взгляд, я здесь согласен с Александрой, что мне кажется, что ничего не изменится. Ну, и у Ивана тоже зерно такое здравое в том плане, а зачем решать за кредитора и, там, выставлять ему ценз, и считать за него выгодно его или нет. Ну, в общем, такая тема достаточно сомнительная в части 2 миллионов и концептуально на нагрузку она не повлияет, а вот отдельные кредиторы могут от этого пострадать. Ну, хорошо. Ну, тут, кстати, я бы добавила, что, извиняюсь, перебила, я, наверное, да, здесь то, что говорит Иван, в общем-то, есть рациональное зерно, тут зачем тогда вообще устанавливать какой-то порог для кредитора, для возбуждения дела о банкротстве, может, это действительно и для кого-то эффективно с долгом 40 тысяч рублей. С другой стороны, есть и другие проблемы в этом плане, например, неустойки, да, не могут долг по, там, перенештрафным санкциям являться основанием для возбуждения дела о банкротстве. Мне вот тоже непонятно почему, потому что я знаю такие процедуры, где, ну, и не только процедуры, а просто такие ситуации, где есть достаточно значительные требования по неустойке, но они не... Точно такое же злоупотребление, как вот Иван сказал, погашается основной долг, неустойка остаётся. Тоже, вроде, ну не очень. Ну, вот в этом цензе, вообще в существовании этого ценза и минимального порога, я смысл вижу в том плане, что баланс интересов должен быть, потому что заявление о банкротстве это же тоже удар по ответчику. Ну, во-первых, репутационная тема, что если он будет работать с контрагентами, они посмотрят, потом пытались возбудить дело о банкротстве, неважно, какая сумма, пытались. И второе, это же нужно будет что-то делать, там, идти в суд, какие-то возражения писать. Ну, то есть, вот, как что-то с этим делать. Ну, то есть, это нагрузка на... Смотрите, если небольшая сумма долга, а почему тогда должник её не платит? Ну, то есть, не надо доводить до ситуации, когда кредитор пытается возбудить дело о банкротстве. Вот сумма долга 100 тысяч рублей, которая подтверждена решением суда. Я понимаю, что должник может быть с ней не согласен, ему, может быть, не нравится кредитор, но решение суда вступило в законную силу, соответственно, надо исполнять. Единственное, что такое может быть, если решение вступило в силу, но дело находится в касации, и кредитор пошёл и подал заявление о признании должника банкротом, а должник не хочет платить, пока суд касационной станции не вынес постановление. Ну, может быть, в этом случае. Тут, конечно, есть возможность подать заявление об отсрочке исполнения судебного акта, но я думаю, что в такой ситуации, что мы хотим подождать касации или приостановление исполнения решения, вряд ли дадут. Но в целом, мне кажется, что здесь может быть такая логика, что не надо доводить просто кредитора до подачи заявления о признании должника банкротом. Обязательства должны исполняться, в конце концов. Это я немножко чувствую на позицию Ивана. Ну, здесь, в общем, есть доводы и за, и против в части вообще существования вот этого порога, его размера. Но вот если возвращаться к стартовому вопросу, вот изменится или нет, вот здесь я тоже поддерживаю позицию о том, что что-то, мне кажется, мало чего изменится, и нагрузка вряд ли прям колоссально снизится. Вот. Ну, следующая идея, это следующий пункт, который бросился, это пункт 5 статьи 15. Это обжалование решения собрания кредитора, и оттуда из этой нормы исключили такую оговорку, что оно обжалуется по статье 61 закона о банкротстве. Ну, если опускать все детали, подробности и содержание статьи 61, возникает вопрос. Раньше собрание кредиторов могло быть обжаловано только до апелляции. Дальше только Верховный суд. Касаться не предусмотрено. Вот, исходя из этих поправок, получается, что решение собрания можно обжаловать и в касацию, в третью инстанцию. Ну, вот, коллеги, как, на ваш взгляд, Иван? Или это не следует из этой проговорки? Ну, получается так, видимо, да. Ну, в целом, мне кажется, что возможность обжаловать касацию скорее правильная история. Потому что, ну, опять же, это такой не совсем научно-насуальный довод, но все понимают, что санкции, сейчас считают санкции, где... Ну, в общем, поэффективнее можно получить судебный акт справедливый, поэтому, наверное, собрание кредиторов тоже часто начинает важное решение, там может быть спор на значение управляющего. С другой стороны, тоже спор на значение управляющего можно ввести вокруг судебного акта о подтверждении этого управляющего. Ну, в целом, я не вижу большого смысла в этом ограничении, почему нельзя в касацию. Как-то умоляю на значение решения собрания кредиторов, подразумевалось, что там какие-то важные вещи могут быть. Александр, и на ваш взгляд тоже, да? Поэтому мне такой подход импонирует, что можно. Ага, спасибо. Александр, и на ваш взгляд тоже, да, это означает, что в касацию, потому что вот при первом приближении кажется, что в касацию. Там вот этот пункт пятый, ой, не пункт пятый, это статья 61, там же вообще этот пункт поменяли полностью, поэтому и понятно, почему там исключили ссылку о том, что решение собрания кредиторов обжалуется вот в этом порядке, и, как я понимаю, теперь, в принципе, все определения обжалуются одинаково, за исключением там вот тех, которые, кстати, указаны там, по-моему, в 61-й статье, там их несколько буквально, там, по-моему, о назначении экспертиза, внесении денежных средств на депозитный счет суда, ну, то есть, такие действительно промежуточные. Да, более-менее технические вопросы. Ну, я думаю, что мы по поводу обжалования еще обсудим отдельно, но в целом, мне кажется, что это разумно, потому что путаницы было очень много. Ну, и непонятно было, чем обосновано, что одни там что-то обжалуются, и причем было же много очень случаев, когда какие-то судебные акты, которые, по идее, не должны обжаловаться в касацию, они обжаловались, и суды рассматривали, потому что было сложно разобраться, какой порядок применять. Стало немножко полегче после 35-го пленума, но я как-то в практике сталкивалась, что и после уже 35-го пленума, что там оно рассмотрит, что это же определение не обжалуется в касацию, а касацию его рассматривает. Хорошо. Ну, и вот как раз мы подходим к первой жемчужине, на мой взгляд, вот поправок закона о банкротстве, это пункт 10, статьи 16, выражение на включение могут даже те кредиторы, которые сами пока не могут предъявить требования. То есть получается, что если включается кредитор, а существуют какие-то другие потенциальные, которые даже еще не подали, у которых не созрели требования, которые не подали еще в реестр ничего, они могут возражать. И тут появляются два вопроса. Первый технический, это а как он будет возражать? Ну, ему же для того, чтобы возражать, наверное, надо с материалами дела как-то ознакомиться, его может надо пустить в ход ознакомиться, а если он не лицо участвующее в деле, как он будет это делать? И второе, а если он эту возможность, этой возможностью не воспользовался, но сам включился, в третью очередь не пропустил срок, вот у него сохраняется право возражать, обжаловать или он лишается этого права? Александра, как на ваш взгляд? Я с конца начну. Мне кажется, что он, во-первых, лишается права, потому что возражать, если он уже потом включился, потому что это же все сделано, по идее зачем, чтобы вот начинается дело о банкротстве, предъявляются какие-то требования, и чтобы кредиторы другие не спали, и потом там не заявляли какие-то возражения, что фактически приводило к тому, что требование просто могло быть по сути пересмотрено, чтобы у всех участников дела о банкротстве, был стимул с самого начала включаться в процесс, если они этого хотят, и возражать изначально. По поводу ознакомления, тут такой вопрос, с одной стороны, ну, я тоже не совсем понимаю, как это технически будет происходить, будут ли суды давать дело на ознакомление, скорее всего, до предъявления возражения, я думаю, что нет. Мне кажется, что это будет в таком формате, как правило, вообще те кредиторы и там, ну, другие лица, которые вообще имеют какое-то отношение к банкротству, они хотят возражать, потому что они что-то об этом знают, ну, то есть они примерно имели какие-то взаимоотношения с должником, примерно представляют там, что какие-то требования могут быть там нарисованы и так далее. Я думаю, что здесь может быть такая схема, что они предъявляют возражения там, ну, такие вот, которые просто на первый взгляд свидетельствуют о необоснованности заявленного требования, они должны сообщить, какие у них есть, могут быть требования к должнику, которые они собираются заявить, и суд уже, они становятся участниками вот этого рассмотрения этого обособленного споря, и суд уже, наверное, будет в этом случае выдавать дело для ознакомления, чтобы они уже там какие-то дополнительные возражения заявляли. Но в целом это такая, мне кажется, достаточно неплохое правило в том смысле, что оно исключает такие ситуации, когда кредитору там год его никак не волновало, что в отношении его должника дело о банкротстве возбуждено, и потом вдруг он решил занять активную позицию, это просто сильно очень затягивало дело о банкротстве, потому что было непонятно, в какой момент возникнут какие-то возражения. Ну и это немножко, мне кажется, сглаживается тем правилом, что можно заявить требования об исключении из реестра, понятно, что там, конечно, тоже свои ограничения и сроки, но тем не менее. Тут такой сложный на самом деле момент, что может быть даже по каким-то нарисованным требованиям будет проще включаться в реестра, так скажем, злоумышленникам, потому что это будет, ну, может это проходить просто очень быстро. То есть раз там кто-то, ну, кредиторы не сориентировались, там не подали возражения, суд уже включил в реестра требования, и потом его исключить достаточно сложно. Но я еще дополню по поводу того, что не совсем понятно, как кредиторы будут, как суд будет устанавливать, имеют ли в действительности эти кредиторы какие-то требования к должнику, имеют ли они право, соответственно, заявлять возражение на заявленное требование. С одной стороны суд должен это установить, а с другой стороны, в принципе, суд же в любом случае проверяет требования относительно его обоснованности вне зависимости от каких бы то ни было возражений, что касается каких-то нарисованных требований, ничтожных, суд все равно должен это учитывать. Это вот то же самое, как была же проблема, когда подается заявление о включении в реестра, и у кредиторов есть возражения по этому поводу, но они же не лица, участвующие в деле, до того, как вообще введена процедура, есть просто производство по рассмотрению заявления о признании должника банкротом. И вот тут у меня часто возникало такое на практике, что как влезть в этот процесс и какие-то возражения свои заявить. И в принципе можно писать возражения, указывать, что вот я там кредитор, который планирует предъявить требования, вот у меня такие-то есть возражения. И суд, может быть, суд, конечно, не допустит процессу этого кредитора, но все равно он посмотрит на эти возражения и все равно при принятии решения должен будет их учесть. И потом, если нужно будет уже обжаловать этот судебный адр, будет все равно легче ссылаться на то, что вот мы подали, у суда эта информация была в любом случае. Ну и ссылаться там на позиции конституционного суда, например, который говорит о том, что вот суды в делах об анкроузе должны более внимательно относиться к требованиям, поскольку там есть какой-то публичный правовой интерес. Но это сложно, конечно, тем не менее такая позиция не очень нужна. Хорошо. Коллеги, спасибо. Я тоже свой слог добавлю. Ну, во-первых, я бы хотел обратить внимание, что там написано не то, что не предъявил требования, а не имел возможности предъявить, то есть это пункт написан для налогового на 99% когда она проводит проверку, нет еще автор проверки. Соответственно, как налогу ознакомить, я думаю, просто, потому что налоговая будет познакомиться со всем, чем не нужно. Нет никакой ну, теоретическое есть некая сложность, но на практике она будет преодолеваться. Ну и плюс, наверное, есть какие-то коллекционные случаи, когда некий обычный кредитор может тоже под это положение попасть. Ну, например, поручитель, который находится в конкурсном производстве, он там торги, гасит кредитору часть требований может включиться к основному должнику, комплексный управляющий походить. А вот тут я вижу аффилированных кредиторов, и меня лишает будущего доли комплекса мастера основного должника. такие какие-то редкие, особенные случаи. как я понимаю эту норму, просто если ты поленился подать заявление о включении в реестр, юрис нещешь свое длинное заявление, это не основание возражается. Тут надо обосновать какую-то именно юридическую невозможность предъявить требование сегодня. Требование еще не возникло, но оно при этом носит рекстовый характер. Ну, 90% это написано, я уверен, для налогового основного. Ну, и плюс какие-то особенные случаи. Либо сделки оставались между двумя банкротами, что-то такого рода. А если обычный кредитор, вот у него еще не созрело требование, но он не предъявил возражений, а потом у него созрело требование, он включился, вот может он возражать и обжаловать акты уже о включении в реестр? Обжаловать сроки ее не пропущены. Мне кажется, это отдельные такие случаи, потому что обязательства же считаются наступившим с момента введения процедуры, соответственно, все кредиторы истекаются в дело о банкротстве, но какие-то отдельные случаи предъявлений будущего требования, это когда мне кажется, что под это подходит, наверное, когда должник собственной векселя передает в залог, и, соответственно, непонятно, кто должен включаться в реестр должнику, залоговодатель, ну, там возникают определенные вопросы, но это все эти моменты, мне кажется, что в отдельных определениях Верховного Суда есть, что вот можно заявить, позиция была в принципе и раньше, что можно заявить будущее требование для того, чтобы участвовать тем или иным образом в деле о банкротстве, но здесь просто сейчас сделали это общим правилом, и это в целом, мне кажется, хорошо. Ну, да, концептуально я думал над этой нормой, и есть два варианта ее прочтения. Первый это вот то, о чем, мне кажется, у вас двоих была мысль, одна вот, она проходила общей нитью просто с разными примерами, что это вещи для отдельных, для специфичной категории кредиторов, которые, у которых созревают права попозже, но вот то, что сказал Иван это ФНС, и тот пример, который привели вы, Александра, это когда возбуждается дело, а есть кредитор, который уже на этапе проверки первого требования уже возражает, и на практике такой банк, по-моему, делал, была практика с банком, когда они уже сразу, кто-то просил возбудить дело и заявлял требования, а банк возражал и пытался включиться третьим лицом, и ему суд отказывал, говорит, нет, вы дождитесь, тогда, если что, пересмотрите, и вот, может быть, для вот этих случаев, то есть, это, как получается, дополнительная опция, то есть, все остается, как было для кредиторов, по общему правилу, а вот для отдельных ситуаций официально закрепили в законе, что они могут возражать чуть-чуть пораньше, чем они заведут в дело, вот если так читать, мне кажется, что норма понятная и такая, ну, разумная. Если пытаться там найти что-то, какое-то изменение глобальное, что как-то меняется течение срока для всех кредиторов, то это будет беда. Поэтому здесь, наверное, то, как предложили вот вы, мне кажется, что это оптимальный вариант. Окей. Ну, и я думаю, в продолжение можно вот этой идее перейти статьи 60 новой редакции, ну, ее, можно сказать, идея в том, что эту статью, в принципе, поменяли. То есть, если до этого какие-то были точечные введения, то 60-ю поменяли. И вот одна из идей в том, что часть споров будет рассматриваться без проведения судебного заседания и мотивировочной, и принятия мотивировочной части. И вот одна из этих идей это включение требований в реестр. То есть, заявление о включении требований рассматривается по общему правилу без заседания. Вот, на ваш взгляд, что-то это изменило, и как это повлияет, и как теперь быть кредитором, в том числе, кстати, вот в контексте того, что мы сейчас обсудили. Александр, как на ваш взгляд, вот идея с просмотрением без заседания. Причем, кстати, даже если возразить, получается из-за этой нормы, даже если кто-то возразил против требования, проводить заседание или нет, решает суд. И неважно, какой объем требований, там, тысяча рублей или миллиард рублей. Вот, на ваш взгляд, это хорошо, плохо? Мне кажется, это хорошо, и опять же, сподвигает кредиторов своего именно вообще что-то делать. В принципе, здесь вот интересно, что раньше-то такое правило и было, просто оно на практике работало по-другому. Был срок для направления возражений на требования, этот срок никто не соблюдал, в том числе, суды почему-то на него не обращали внимания, и все равно все требования рассматривались в судебном заседании, и возражения все равно подавали там очень часто непосредственно в судебные заседания. Мне кажется, что в целом это тоже неплохая норма, и суды просто часто выносили определение о включении в реестр только по форме результивной части. Опять же, я там не знаю, как это во всех регионах работало, но вот арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области так отдельные судьи делали. Но это просто выглядело как приходят кредиторы и говорят, что вот посмотрите, что там происходит в деле о банкротстве, а там одни реактивные части и по достаточно причем крупным требованиям. Но на практике это происходило так, что по заявлению они писали мотивированное определение, и его уже можно было обжаловать. Причем самое интересное даже сталкивалось с таким, что там уже истекали все сороки на обжалование, но если кредитор писал определение о вынесении мотивированного определения, суд его выносил, датировал его текущей датой и как бы можно было обжаловать популяцию. Меня, честно говоря, очень удивляло, но вот я такие случаи знаю. То есть суды в принципе давно как-то пытались свою нагрузку ограничить, но опять же хорошо. Это плохо с той точки зрения, что будет меньше информации, если кредитор пытается как-то повлиять на процедуру, когда уже там она идет длительное время. Но в принципе весь все эти нормы направлены на то, чтобы кредитор, если хочет включиться вообще в процесс, то включался с самого начала. Поэтому в целом норма неплохая и я надеюсь, что это повлияет на то, что суды будут более тщательно рассматривать сложные споры, там, субсидиальную ответственность, в которых есть возражения, какие-то требования кредиторов, где возражения есть. Но опять же, как это в реальности будет выглядеть, ну, мы увидим там только, наверное, через несколько лет, что-то изменится или нет, потому что возможно, там через вход в судах будут такие же аншлаги, несмотря на это, и такие же будут определения. Придется тогда в упрощенном порядке еще и субсидиарная ответственность рассматривать без заседания, чтобы, ну, оптимизировать. Вот этого, я надеюсь, точно не случится. Мне просто не очень отзывается, когда коллеги, например, говорят, что вот суды не вынесли, там вынесли не очень обоснованное определение, из него ничего не понятно, но там написали то, что суд в действительности не имел в виду, половину там доводов никак не отразили, но это потому, что большая нагрузка на суды. Ну, хорошо, вот сейчас нагрузка на суды предположительно снизится, вопрос, самый главный, увидим ли мы от этого более обоснованные судебные акты, более тщательное рассмотрение сложных споров. Ну, вот тут вопрос, если да, то тогда, наверное, это того стоит. Тут тоже просто могут быть какие-то злоупотребления. Давайте сейчас, Александр, я извиняюсь, по таймингу, чтобы мы не сбились. Концептуально, я так понял, из вашей позиции, что это не самое плохое изменение. Надо смотреть на практике, если это повлияет на рассмотрение, даст больше времени сложных споров. Ну, да, да. На твой взгляд, как? Что это скорее хорошее изменение или не очень? Как оно повлияет? Я уже, немножко это выполнил. Мне это изменение в целом нравится, здесь я с Александром согласен. Просто надо понимать, что, во-первых, есть там какой-то верхушный класс дел, процентов 10, о которых мы постоянно наговоримы, в верховном суде появляются известные компании, большие суммы. Есть отделка, спором, до которых никому не сделала, те же физические лица, где 99% в банке, там нет такого спора. Ну, смысл ради этого проводить спор. Поэтому подход, на мой взгляд, верный. В тех случаях, когда будет спор, спор, есть возможность просить суд провести судебное заседание согласно положению, поэтому мне кажется, это нормальная оптимизация, хотя я сторонник того, что вообще надо арбитражному управляющему отдать включение, да и вообще множество вопросов, и тем самым кардинально распозить суд. Я, как арбитражный управляющий, который в своей практике сейчас вынужден бегать за кредиторами, процедура Бакроса часто интересна только управляющим, если там миллиард рублей, он должен завершить, повести все необходимые предприятия, а кредиторам ничего не интересно, ничего не хотят. Я считаю, нужно допилить, надо разгружать суды, надо отдать управляющему и пошлину платить управляющему, чтобы он рассматривал эти споры тогда, мы решим проблему с вознаграждением и тогда с объективностью и разгрузим суды, тогда будет хорошо. Ну да, концептуально я сначала поднапрягся насчет того, что суд решает, проводить ли заседание или нет, причем для любого спора, вне зависимости от размера требований, не получится ли так, что суды все будут рассматривать вне заседания, по-быстрому выносить, отштамповывать и какая-то беда не возникнет. Но потом подумал, что нет, я думаю, что суды действительно будут как-то дифференцировать, то есть то, что нигде нет спора, где какая-то простая вещь, простое включение и на небольшую сумму, то они рассмотрят. Если сложный какой-то процесс, я думаю, что назначат заседание, это в интересах суда, чтобы разобраться. Ну и в продолжение 60-е, 61-ю статью тоже поменяли, причем так, прям концептуально. И, коллеги, здесь прям попытка сверить часы. Правильно ли можно толковать 61-ю, что, во-первых, все споры обжалуются одинаково до касации, ну вот то, что мы сначала сказали там за исключением технических актов об экспертизе и так далее. И второе, правильно ли я понимаю, что теперь все определения первой инстанции обжалуются в срок на обжалование один месяц. Не 10 дней, там 14 дней и так далее, а унифицировано один месяц всегда. Иван, как надо... Да. Получается так. Ну, опять, как 10 дней, мне кажется, никому не мешало, был короткий срок, сейчас в месяц все затягивает, честно говоря, процедуру. Вот. Ну, в целом, да, унифицировано, все будет один месяц, и тут же вот третьим пунктом мы можем почитать, что там есть исключение как раз для акционной инстанции, но это такие совсем технические истории, экспертиза, все деньги на депозит, вот, и все остальное получается может быть обжалован в сроке. Ну, наверное, унификация удобно, потому что часто суды сами путались, они там, там где 14 с ней писали 10, или наоборот, там где 10 с ней писали 14, начиналось, а вот могу я там руководствоваться тем, что суд сказал, или я должен сам знать процессуальное законодательство, вот. Наверное, с точки зрения устранение судовицы отправили, но мне кажется, зачем, 10 дней рабочих было нормальный срок, с учетом того, что в процедуре банкротства все срочно, 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 потому что все же течет, все, пока ты, допустим, включился на скредитор какой-то аффилированный, пока там дойдет все это до апелляции, до касации, там уже 10 раз проголосуют за все, и уже к Верховному суду уже неинтересно будет исключать. Поэтому в процедуре банкротства все должно быть быстро, быстро, я считаю, 10 дней было получше, так есть. Хорошо. Александра, и на ваш взгляд тоже это значит, что вот месяц теперь для всех актов первой инстанции, то есть так стоит толковать, вот как в качестве, что это унификация, полная. Ну вот это, на мой взгляд, это одна вообще из самых замечательных новостей, во-первых, это одна из самых замечательных вещей вообще, которая есть в праве, когда все вот понятно, одна цифра и для всех. Я жду, я прямо с пальчиками сижу и жду, когда законодатель созреет и для управляющих сделает унификацию по срокам, чтобы вот любая публикация, там, 5 рабочих дней было, допустим, или 3 рабочих, неважно, но какая-то одна цифра, потому что, когда вот здесь 3 рабочих, здесь 5 календарных, здесь 1 рабочий, для чего это сделано непонятно, это очень неудобно, чьи права защищаются непонятно, и почему бы не сделать. Единственное, что, кстати, вот в 61-й по поводу унификации, единственное, что вызывает вопрос, это почему сделали 30 дней, почему не сделали унификацию обратную, допустим, чтобы в касацию было 10 дней на обжалование, то есть вообще весь, в апелляцию 10 дней, в касацию и в первую, чтобы наоборот, сроки сжать и побыстрее было. Мне кажется, что это, ну, какое-то достаточное количество времени, надо, конечно, по-хорошему бы с уголовными адвокатами пообщаться и уточнить, у них же там совсем все сжато, там, определение, жалоба на заключение под стражу, по-моему, трое суток и ничего, живут, вот, почему у нас не поджать сроки, непонятно, потому что даже месяц, на мой взгляд, если все сделать, месяц, все первые инстанции, не многовато ли это? Ну, тем не менее, за унификацию вообще одно, одно большое сердечко, конечно, законодателю. Хорошо, возвращаясь назад по поправкам, чем мы временно пропустили пункт 12 статьи 16, это порядок обжалования судебных актов о включении кредиторов. И вот здесь, коллеги, такой краткий вопрос, есть ли там какие-то новеллы или, по сути, это все, что было написано в 24 пункте 35 по плену мы просто перенесли в закон, вот в это экстраординарное обжалование ошибочного взыскания, Иван, как считаешь? Или что-то есть там новое? Главное новеллу, что раньше обжаловалась, а сейчас надо пересматривать по-моему, что все обстоятельства. Ну, с одной стороны, это проще, потому что до этого было множество вопросов, которые, на мой взгляд, так до конца практики не разрешились, но понятно, что если у нас есть решение сюда первой инстанции не обжалованы, то мы обжалованы на апелляцию, да, что там, вопросы, когда было, что делать, если уже была апелляция и касация, если я правильно помню, правильный ответ был идти опять в апелляцию, вот, был вопрос, что делать с ограничениями, то есть ограниченные полномочиями, например, с удакосационной инстанцией, он же не может, там практически обстоятельства пересматривать, поэтому такой унифицированный подход в виде пересмотра полнофи открывшимся обстоятельств, он, мне кажется, правильный, но если я правильно помню, в АПК никто никаких изменений не носил, кстати, раздела пересмотра решений про вновь открывшимся обстоятельствам, поэтому там действительно получилось так, то есть как или по правилам пересмотра, потому что если по правилам пересмотра, то о чем говорила судебная практика, что типа вот вот это обжалование по 35-му пленуму это механизм по вновь открывшимся, но не вновь открывшимся. Заявление по правилам пересмотра, честно говоря, я понял, да, то есть какая-то тонко лавленная логическая разница, мне кажется. У меня просто такое опасение, как бы это не получилось так, что суды как-то необычным образом стали подходить понятия вновь открывшиеся обстоятельства. то, кто о каком обстоятельстве должен узнать. Кредиторы когда они узнали момент после, аналогично, что узнали после возбуждения дела о банкротстве и после своего собственного включения на ВД-еестру. на ВД-еестру. Это, мне кажется, оптимальный ответ. Но тут можно просто фантазировать на другие темы. Да, они должны были сказать, что вы должны были там не только против, а почему вы не увидели, что там кто-то включает спашку. Мне кажется, это неправильный ответ, но в феории наверное, возможно. Александр, а на ваш взгляд вот как этот механизм работает? То есть это калька с 35-го 24-го пункта? Это не совсем. Или что-то другое? Это не совсем калька с 35-го, потому что после того, как были такие разъяснения в 35-м плену, у меня было же очень много проблем, которые связаны с тем, что в 35-м было написано, что это обжалование третьим лицом неучаствующим в деле, поскольку это затрагивает его права. То есть по 42-й статье АПК. Но 42-я статья АПК говорит о том, что если суд устанавливает, что судебный акт действительно затрагивает права третьего лица, привлеченного к участию в деле, то суд должен в любом случае отменить этот судебный акт. А естественно отменять каждый, потому что кредитор приходит и говорит, это затрагивает мои права. И действительно это права его затрагивает. И получается, что суды должны были отменять каждый судебный акт, естественно отменять каждый судебный акт, они не хотели, это нецелесообразно, поэтому было такое гибридное обжалование, то есть вроде как оно по 42-й статье АПК и обжалуется в вышестоящую инстанцию, да, вот были те проблемы, о которых рассказал Иван, что там долгое время непонятно было, как действовать, если во все инстанции обжалован судебный акт, но опять же суд его отменял не в любом случае, а только вот если он признавал, что есть какие-то обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что был вынесен неправильно судебный акт, то есть такой формат немножечко гибридный, а теперь плюс как минимум, то есть в принципе то же самое будет, но стоит только, что и было вот с этими изменениями, но стоит только разница, что по вновь открывшимся обстоятельствам подается заявление в первую инстанцию, вот это мне кажется плюс, ну то есть сохраняется вот хотя бы этот порядок инстанционного обжалования, приходит кредитор и говорит, что вот есть какие-то обстоятельства, единственная тут проблема такая догматическая, что по вновь открывшимся обстоятельствам, насколько я помню, те обстоятельства, о которых заявляет кредитор, они должны были существовать на момент вынесения решения, о них не должно было быть известно суду, а тут вопрос, должно было быть известно или не должно было быть известно, ну не совсем понятно, то есть какие, о каких обстоятельствах будут вообще говорить кредиторы, являются ли там, допустим, какие-то сведения о заинтересованности, то есть вот придет кредитор и говорит о том, что вот вынесен судебный акт, который не учитывал, например, что кредитор был заинтересован там по отношению к должнику, это же вопрос права, я извиняюсь, я перебью вот такой результивный вопрос, вот такой магистральный, по 35-му пленуму, вот с учетом практики, разъяснений, там было так, что обжалуется по аналогии с пересмотром по вновь открывшимся обстоятельствам, там механизм, правила, бла-бла-бла, но по аналогии, вот с учетом... Я, насколько помню, там было написано, что по 42-й АПК, а потом уже практика стала дополнять 35-й пленум и как бы разъяснять, что это не совсем по 42-й АПК, вот там так. Вот с учетом закона, то есть вот то, что в законе, это смена механизма, который был в 35-м и в практике, или это тот же самый, просто вставили в закон или все? Я думаю, что это тот же самый механизм, но по существу, но с той разницей, что заявление будет подаваться теперь в первую инстанцию, а не в вышестоящую, вот так. Коллеги, у нас так без 5.12, Иван, как по времени? У нас есть еще тайминг? Ну давайте. Давайте тогда подытожим, то есть там есть еще было пару моментов, у нас пару вопросов по повестке в отношении управляющего, ему чуть-чуть расширили перечень запрашиваемых сведений в отношении заинтересованных лиц, добавили, и по поводу вознаграждения зафиксировали в законе, что вознаграждение процентное могут срезать. Ну это, видимо, по мотивам судебной практики. Но есть еще одна вещь, которая помимо этих новелл, это обзор Верховного суда номер 1 от 24-го года по пошлинам, даже не так, не по пошлинам, это обзор по всем делам, но там есть оговорка о том, что на самом деле нужно было в это время оплатить пошлины. Вот вопрос, как вы к этому относитесь и как это теперь будет работать на практике. До начала обсуждали эту идею о том, что вот если, допустим, я в исковом порядке взыскал с должника долг, заплатил пошлины 200 тысяч. Получается, теперь, когда я включаюсь в реестр, мне нужно еще 200 тысяч заплатить на пошлины, чтобы особо на сбору. Получается, я два раза сплачу, чтобы включиться в реестр, то есть насколько широко стоит толковать это разъяснение по поводу пошлины и как теперь быть, Иван, как ты считаешь? Ну, обнять, обзор. Ну, во-первых, обзор, я так понимаю, меняет налоговый законодатель. Следующий обзор, можно сказать, что на самом деле вообще по смыслу... Ну, и во-вторых, нужен, видимо, разъяснение к разъяснению. Я, честно говоря, наверное, отставил пошлины на 6 тысяч рублей для таких форов, которые составляют хотелки кредитор, жалобы направляющих, с этого, где-то обсуждалось, что за жалобу направляющих надо пошлины взимать, выискивать, платить госпошлину, но за спор, когда у тебя нет никакого понимания, сколько ты получишь, то есть специальное ответственность. Во-первых, это очень сложный спор, основанный на том, что кредиторы... Но они не знают всех нюансов, что происходит в деле. Они видят только то, что им доуправляешь, то, что они и сделают... То есть это необычный гражданский право и спор, когда я знаю, что у меня есть долг, либо я знаю, что у меня его нет. Во-вторых, мало получиться комбината за заключение государственного ответственности, надо его еще исполнить. Мы принуждаем кредиторов платить пошлины в той ситуации, когда у них очень сомнительные перспективы получить и тело долга, и возмещение этой госпошлины. Ну или их должен будет платить из комплекса у нас управляющий, если он сам подает. А если потом проиграет он это заявление, то он будет спор о приучении государственной ответственности, значит встанет вопрос, что он причинен угод этих комплексов в массе, потому что не надо было это заявление подавать. Поэтому это такая бомба, которая повлечет десятки вопросов. Очень неожиданно. Я, конечно, более осторожно подходил ко всему этому, но и нужен хоть какой-то большой пленум, где все это объяснялось. Что делать, если ты уже получил судебный акт взыскания, что там делать, еще какие-то случаи. – Хорошо. Александр, а на ваш взгляд, как это будет? Насколько эффективно это будет работать, и будут ли проблемы на практике по оплате государственной пошлины? – Да, проблемы будут, конечно. Для бюджета это будет эффективно, конечно, работать. В принципе, для этого и сделано. Но вообще это была шокирующая новость, потому что должны были быть, наверное, все-таки изменения в налоговый кодекс, если пошлина по обособленным спорам в делах о банкротстве должна бы платиться. Просто это говорит о том, что у нас какая-то определенность в правовом регулировании, она нам только снится. Но это, конечно, всегда было понятно. Но вот есть какие-то вещи, типа вот этого обзора, которые, мне кажется, что выходят прям вот за рамки разумного, потому что так госпошлина вводиться не может. Проблемы, я думаю, ну как суды будут делать? Мне кажется, что вот то, что сейчас находится в производстве судов, будет, естественно, рассмотрено, а дальше уже пошлина. Вот мне кажется, что если, допустим, сейчас нужно обжаловать определение суда первой инстанции в апелляцию, то пошлину надо платить. Хотя при табачи заявления в первую инстанцию пошлина не платилась. Но еще немного странно требовать пошлину... Я же правильно помню, что подача требований о включении в реестр теперь тоже облагается госпошлиной, если нету судебного акта. Я, насколько помню, если есть судебный акт, то пошлину платить не надо, а если нет судебного акта, то надо. Ну, тоже... Ну, вот это хороший вопрос этот на исследовании. Тоже здесь немного странно, потому что бедные кредиторы, которые там... Понятно, что есть тела, которые производят там впечатление, что кредиторы борются там даже за какие-то гигантские активы или там за какие-то принципы, но есть огромный класс дел, где просто кредиторы хотят получить хотя бы какую-то часть долга. Плюс это же тоже вопрос управления компанией, субсидиарной ответственности, даже не субсидиарной, а вообще ответственности самих кредиторов перед своими участниками, перед своими кредиторами. Они даже формально же должны подать заявление о включении в реестр, потому что если у них самих будет потом банкротство, им кредиторы скажут, смотрите, а почему вы не подали заявление о включении в реестр, и вот у вас там пять должников, они вам не заплатили, а вы ничего не сделали. Ну, концептуально, Александр, извиняюсь, я перебью, у нас просто время уже подошло. Концептуально, то есть все-таки, ну вот из того, что вы говорите, я тоже понимаю, что, видимо, будут проблемы и не одна еще вот с толкованием. Ну, проблемы, да, проблемы будут, это я бы не приветствовала так, во-первых, введение обзором пошлины, во-вторых, вообще, ну, введение, в принципе, вот таким образом, как это сделано, мне кажется, что, ну, это не пойдет на пользу ни обороты, ни процедуи. Хорошо. Коллеги, спасибо. Ну, я думаю, что, в принципе, мы, по сути, всю повестку прошли, что-то мы пробежались по каким-то вопросам, побыстрее в какие-то погрузились. Единственное, что там, что можно добавить, это поправки поправки еще более шире, чем то, что мы обсудили. Мы как-то вытащили то, что бросалось в глаза сразу, и то, что влияет, ну, как-то наиболее значимо, и вот прям при первом приближении. Деталей там больше. Но в качестве выводов можно сказать то, что поправки существенны, и я думаю, что еще ни один спор предстоит, и ни одно разъяснение по деталям, особенно в части вот порядка обжалования, порядка исключения, требований. Там прям на работу еще будь здоров. Ну, концептуально, конечно, впечатляет то, что такая первая новелла, которая, ну, первая новелла за долгое время, которая действительно вносит существенные изменения. Вот. Спасибо вам за разговор, за это участие. Я думаю, что мы можем к нам на огонек пригласить в наш уютный разговор, в нашу уютную атмосферу Василю, и уже подвести итоги. И как-то вот все. Да, спасибо огромное, коллеги. Действительно, честно говоря, мое настроение, например, перед дискуссией и сейчас. Я поняла, что есть о чем подумать на выходных, и действительно, некоторые изменения, в принципе, внушают надежды, некоторые опасения, и во многом, как обычно и происходит, как они будут применяться, будет показывать практика. Поэтому я думаю, что по этим изменениям мы встретились в первый раз, но я уверена, что не последний. Будем как раз смотреть, как они применяются на практике и уже обсуждать эти моменты. Поэтому на сегодня я вас благодарю, и до новых встреч. Друзья, материалы сегодняшней дискуссии будут выложены на YouTube-канале. Видела, что спрашивают про… все спрашивали, и да, и рассылку тоже обязательно сделаем, поэтому не пропустите. До новых встреч, всем хорошего дня. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok